Всем привет! С вами магазин Горной Вершины, я Андрей и в сегодняшнем нашем видео мы поговорим о велосипедных камерах. Казалось бы, велосипедная камера, ну что в ней такого особенного? Обычная камера. И многие приходят с таким запросом, дайте мне обычную велосипедную камеру. Вот это все, обычные велосипедные камеры. К чему же я это все говорю? Существует, как вы поняли, уже много стандартов, видов камер и чем они все отличаются, мы сейчас осмотрим поподробнее. Первое и самое главное, чем же отличаются камеры друг от друга, это конечно же их размер. Размер это диаметр камеры и ее ширина. Для того, чтобы правильно подобрать камеру к вашему велосипеду, нужно посмотреть на покрышку, на те цифры, которые на ней написаны, ширина и диаметр. Более подробно о покрышках вот в этом видео. Ну и на всякий случай ссылочка на это видео в описании. Стоит отметить, что каждая камера рассчитана не строго на определенную ширину покрышки, а на некий диапазон. И это на ней указано. Вот, например, на данной камере указан диаметр 29 дюймов и диапазон ширины покрышки, в которую ее можно поставить 1,9-2,35. Это значит, что эту камеру можно установить в любую покрышку шириной от 1,9 до 2,35, которая, собственно, в этот диапазон попадает. После того, как мы определились с размером камеры, нужно определиться... Нет, надо понять. Понять, какой у нас тип ниппеля. Во всех велосипедах используется три основных типа ниппеля. Это Шреддер, он же автомобильный. Преста, он же велосипедный. И Данлоп, он же тоже велосипедный. Еще его называют старый для советских велосипедов. Поскольку Данлоп — это самый старый тип ниппеля. Это ниппель с ниппельной резинкой. Он использовался достаточно давно в велосипедах старого советского образца. Сейчас практически не используется. И используется два других типа ниппеля — это Шреддер и Преста. Чем же они отличаются? Первое очередное, чем они отличаются — это диаметром. У вентиля Шреддер диаметр 8 мм, у Преста 5,95 мм. И понятно, что отверстия в водах тоже будут отличаться. Если в отверстие под Шреддер мы еще можем вставить ниппель Преста через переходник, который часто бывает в комплекте с камерами, то вот Шреддер мы уже в отверстие под Преста ну никак не вставим. Приходил человек, сейчас будет рассверливать отверстие в ободе только ради того, чтобы себе поставить туда Шреддер. После того, как мы определились с типом ниппеля, необходимо разобраться с его длиной. Поскольку на разных велосипедах высота профиля обода колеса может быть разной, необходимо подобрать такую длину ниппеля, чтобы вы могли надеть на него насос. Для того, чтобы понять, какая длина нам необходима, можно пойти двумя путями. Первое самое простое — это просто измерить ту длину ниппеля на той камере, которую вы меняете. Ну и второй случай, если вы собираете колесо с нуля и оно у вас на двойном ободе, нам необходимо измерить расстояние между внешней и внутренней частью обода и прибавить к этому значению еще 20 мм. Таким образом мы получим минимально допустимую длину ниппеля. Ну и последнее, что нам нужно понять после того, как мы определились со всеми типоразмерами камер, это то, что же мы все-таки в конечном итоге от этой камеры хотим. Если мы хотим, чтобы эта камера просто была и была наполнена воздухом, наилучшим выбором будет та камера, которая вам подходит по вышеперечисленным пунктам и ценникам. Но если мы хотим сделать вес велосипеда меньше, в частности уменьшить вес его колес для того, чтобы ехать быстрее, то нам стоит рассмотреть ультралегкие камеры. Вес таких камер меньше за счет того, что они несколько тоньше, чем камеры стандартной толщины. Но стоит понимать, что более тонкая камера будет легче прокалываться. Ну и напротив, если мы хотим дубасить вниз по каким-то неровностям, камням, не знаю, по ребрикам, чему угодно, то здесь, понятное дело, нужна камера более толстая. Она будет больше весить, но зато она будет прочнее на пробой и прокол. Ну для ощущения собственного спокойствия в дальней поездке на велосипеде существуют специальные камеры с антипрокольным слоем. В них бывает добавляют герметик, который заполняет собой отверстия в случае их образования вследствие прокола. Если вы являетесь счастливым обладателем велосипедного насоса, видео о котором будет отдельно, то вы наверняка знаете, что любой велосипедный насос, практически любой велосипедный насос, качает оба типа ниппеля, как шреддер, так и преста. Но если у вас ниппель преста и вы, например, хотите его накачать, не знаю, на автомобильной заправке, то в данной ситуации вам поможет вот такой маленький переходничок. Его достаточно просто накрутить на ниппель преста и после этого вы сможете подкачивать ваше колесо автомобильным насосом на любой заправке. Ну и на некоторых камерах маленького диаметра для удобства накачки вентиль может быть изогнутой формы. После того, как мы собрали колесо, необходимо его накачать. И для того, чтобы камера в колесе работала правильно, необходимо соблюдать то давление, которое указано на покрышки. Вот, пожалуй, мы рассмотрели основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе велосипедной камеры. Ну и на этом, пожалуй, все. Как всегда, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был я, Андрей, магазин «Горные вершины». Всем пока! Зеркало заднего вида подает, служит для подачи заднего вида в кабину водителя.